Гаджеты против рубля. Или почему Apple прекратил продажи своей продукции в России? И что общего между сыром с плесенью и передовиком пропаганды, лайф-ньюсом? Все подробности у Данила Русакова. Он в Москве. Недооцененный по выражению главы Центробанка Набиулина и рубль будто чиновницу и не слушал. По сравнению со вчерашним днём ситуация улучшилась, но незначительно. Психологическую цену за евровалюту столько одному опустили, но опасность нового галлопирующего роста осталась. Вот он, сегодняшний разлёт банковских показателей. Доллар продают по 70, а то и по 80 деревянных. Евро оценили в среднем в 95. Некоторые обменные пункты и вовсе закрылись. Тёмное табло – это такой своеобразный символ чёрного декабря 2014-го. Российскую валюту уже признали одной из самых слабых в мире. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон вообще усомнился в том, что у Москвы есть перспектива остаться важным игроком в мировой финансовой системе. А вот как выглядит интернет-магазин компании Apple. Сегодня там полностью прекратили продажи своей продукции через Рунет. Официальная причина – нестабильный курс рубля. Это действительно большая проблема. На самом деле, действительно, началась абсолютная паника, которую не смогло остановить даже решение поднятия ставки. Последствия падения рубля теперь ощущают и такие гиганты госпропаганды, как Live News. Телекомпания, работающая в жанре «Компромат-24», вроде тоже собирается сокращать своих сотрудников. Впрочем, руководство СМИ называет всё это оптимизацией. Сообщения, размещенных в открытом доступе, следуют. С внештатными сотрудниками договоры продлевать просто не будут. Их срок как раз заканчивается 31 декабря. Чем-то подобным, напоминающим перетасовки, теперь занимаются и на уровне региона. Вице-губернатор Новосибирской области решил оптимизировать сыр с плетенью. Продукт назвали врагом духовности, а в качестве спасительной альтернативы предложили картошку с селёдкой. Ну и, конечно же, добро. Его, судя по выступлению чиновника, надо причинять всем. Данил Русаков, Олег Неведомский, Московское бюро, телеканал Интер.